Глава одиннадцатая Своих женщин он ценил Как ценит любимую авторучку Которую привыкли писать Любимое кресло, в котором привыкаешь сидеть вечерами С книгой или перед телевизором Как любимую чашку Из которой и кофе кажется вкуснее Но не потому, что он привыкал к ним А потому, что они были ему нужны Необходимы Они должны были рожать ему детей И поскольку кроме них Этого сделать никто не мог Ему приходилось их ценить И даже где-то любить По-своему, конечно, в меру его понимания И способностей Тихая покорная Зоя Уже оделась И молча сидела на краешке дивана Терпеливо ожидая его указаний Собираться уходить? Сварить кофе? Поискать какие-нибудь продукты И приготовить легкий ужин? Что господин прикажет? Нет, определенно, если уж Жениться когда-нибудь, то только на ней Она, по крайней мере, существование не отравит Не будет мешать Лезть с глупыми разговорами Проявлять ненужную инициативу Да, Зоя, это вам не Верочка Пойди умойся Ласково сказал он ей У тебя тушь под глазами размазалась Зоя послушно поднялась И ушла в ванную До него донесся шум льющейся воды Потом Зоя снова появилась в комнате Лицо ее было чисто умытым Но почему-то расстроенным Валерий Васильевич Вы меня простите, пожалуйста Что случилось, Зоенька? Я, наверное, глупая И вкус у меня плохой Вам не понравилась туалетная вода Которую я вам подарила, да? С чего ты взяла? Замечательный подарок Я очень тебе благодарен А почему вы его домой не унесли? Я видела флакон в ванной стоять в шкафчике Вы его передарили вашему другу? Он вздрогнул Ну какой же идиот Надо было сорвать с коробки Эту дурацкую наклейку Которую Зоя туда присобачила Написав на ней какие-то Поздравительные слова к Новому году Без наклейки была бы обычная коробка С обычным флаконом внутри В любом магазине можно купить Пойди докажи, что это тот самый Ею подаренный А не просто точно такой же И дернул ее черт лезть в шкафчик Чего она там искала? Зоя Сколько раз я тебе повторял Перестань называть меня по имени-отчеству Раздраженно ответил он Предпринимая отчаянную попытку Спасти положение И увести разговор в сторону Я отец твоего ребенка А ты мне выкаешь, как маленькая Извините Тихо произнесла она Я не думала, что вы из-за этого сердитесь Да, сержусь И не забывай, дорогая моя Я все-таки человек женатый Ну как я мог отнести твой подарок домой? Подумай сама Если бы я это сделал, мне пришлось бы сорвать С коробки наклейку На которой ты написала такие чудесные теплые слова А эти слова и есть самые ценные в твоем подарке Да, я оставил подарок здесь Но здесь я могу хотя бы иногда взять его в руки И снова прочитать то, что ты мне написала Понимаешь? Извините Снова повторила Зоя Я не подумала Ну все, оставим это Он с облегчением перевел дух И не смей мне больше сцену устраивать Пойдем на кухню Сваришь кофе Маневр удался Зоя к разговору о подарке больше не возвращалась А когда ваш друг вернется? Спросила она, разливая по чашкам крепкий дымящийся кофе Не знаю точно Он уехал на три года Но ведь сейчас время сама знаешь какое Вот пройдут выборы Видно будет Если власть переменится Вполне вероятно, что ему придется вернуться Новый президент сформирует новое правительство А следом за этим начнется смена дипкорпуса Так что Он развел руками Всем своим видом показывая, что не может с уверенностью сказать Сколько времени эта квартира будет в его распоряжении Но тебя это не должно беспокоить Когда родится ребенок Ты все равно будешь привязана к дому Так что наше свидание придется отменить Разумеется, мы будем встречаться с тобой И очень часто, но уже Он лукаво улыбнулся Не в интимной обстановке Кстати, как твои родители себя чувствуют? Плохо вздохнула Зоя Болеют все время Они старенькие уже Я у них поздний ребенок Наверное, это у нас семейные традиции Рожать ближе к сорока годам Меня мама родила в сорок два А папа старше ее Налить вам еще кофе Налей Он протянул ей чашку С удовольствием глядя на Зоины ухоженные руки С тщательным маникюром Просто удивительно Откуда в ней столько забитости и покорности Ведь красивая же баба Холеная и вкус отменный Не то что у Веры Вера ухитрялась красить ногти не только зеленым, но и черным лаком А побрякушек надевала на себя столько, что в глазах рябило Как елка новогодняя Правда, она яркая, броская Ей все это идет, спору нет Но все-таки, по большому счету, это безвкусит Самовый тон Зоя никогда себе такого не позволяет Лак на ногтях темно-телесный, матовый Никакого перламутра, ничего переливающегося Из украшений только изящная золотая цепочка на шее Даже без кулона Странно, почему она ухитрилась до 36 лет Оставаться старой девой Глаз у мужиков нет, что ли? Или ее забитость и робость все затмевают собой Даже ее внешние данные Впрочем, он и сам такой же Первое время воспринимал Зою как несчастную, некрасивую, одинокую женщину Махнувшую рукой на мечты о полноценной личной жизни И только много времени спустя заметил, что ничего некрасивого в ней не было Конечно, не супермодель, но и не уродина Интересно, какой ребенок у них получится? Должен получиться с самой лучшей Он уверен, что отточил методику до полного блеска Интеллект, память, физическая выносливость Все будет в этом ребенке самого высшего качества Первые опыты были не совсем удачными Дети рождались больными, со слабым сердцем Давали на все сильнейшую аллергическую реакцию Что-то с кровью у него не получалось И комбинация качеств оставляла желать лучшего У первого ребенка, у Иры одно, у Наташи другое, у Ольги третье А вместе никак не соединялось Теперь все должно получиться, он уверен в этом И хорошо бы, чтобы родился мальчик Ты кого хочешь, мальчика или девочку? Спросил он у Зои Мальчика, робко улыбнулась она В вашу честь Если будет мальчик, назову Валериком А если девочка? Девочка будет... Нет, не знаю Для девочки я еще имя не выбрала Наверное, Валерия, чтобы на ваше имя было похоже Ну, спасибо, усмехнулся он Ладно, детка, давай собираться Пора расходиться по домам Он подождал, пока Зоя вымоет чашки и джезву И уберет посуду на место И вышел вместе с ней на улицу и проводил до метро Ехать им нужно было в разные стороны Настя ухитрилась где-то подхватить гриб Чему сама немало изумлялась Несмотря на слабые сосуды и вечные проблемы с травмированной спиной К разным вирусным инфекциям она была поразительно устойчива И когда вся страна ровными рядами укладывалась в постель Во время очередной эпидемии Преспокойно ходила на работу И даже никаких профилактических мер не принимала Она заметила, что вирус, способный свалить ее с ног Появляется один раз в восемь лет Какой-то он особенно хитрый Все остальные разновидности инфекционной заразы Ее не берут Нынешняя болезнь подстерегла ее как раз спустя восемь лет После последнего гриппа Именно восемь лет назад Настя в последний раз валялась С температурой под сорок И жуткой ломотой в ногах Поэтому на встречу с Ташковым Юра Коротков поехал один Настя вся извелась от невозможности самой Поговорить с оперативником из ФСБ и услышать все своими ушами Но понимала, что из дому выйти не может Ты хоть на обратном пути заскочи ко мне Просила она Короткого Расскажешь, как все прошло Ладно, заеду, пообещал Юра После того, как ему снова позвонила Ира Терехина И назвала фамилию человека, который приходил к ней поговорить об Олеге Полковник Гордеев был поставлен в известность о неприятном факте Сестра, похищенной Наташей Терехиной Каким-то образом попала в оперативную разработку ведущуюся ФСБ И это создает определенные трудности Как милиционерам, так и контрразведчикам Не вступать в контакт с милицией Ирина не может просто в силу сложившейся ситуации Потому что пропала ее сестра И ее нужно искать Но эти самые контакты могут испортить Ташкову всю работу Так как могут насторожить квартирантов Терехиной И сорвать всю тщательно готовящуюся комбинацию Потом Виктор Алексеевич Гордеев, как и положено в таких случаях, пошел по команде Состоялись встречи руководителей обоих ведомств рангом повыше Затем рангом пониже, затем еще пониже И, наконец, дело дошло до конкретных исполнителей Со стороны ФСБ майор Ташков Александр Николаевич Со стороны МВД майор Коротков Юрий Викторович Им было предложено встретиться И разработать план действий Если уж не совместных, то хотя бы не мешающих друг другу Коротков уехал встречаться с коллегами из братского ведомства А Настя принялась бесцельно бродить по квартире, борясь с труднопреодолимым желанием прилечь «Чего ты маешься?» — недумяно спрашивал ее муж «Легла бы» Он сам давно уже отделался от своего бронхита И сейчас только изредка покашливал Болел он с удовольствием и вкусом Почти не вставая из дивана И то и дело сладко засыпая И даже позволял себе слегка покапризничать Впрочем, не увлекаясь, больше для порядка Больной ведь ему все можно Но в меру Сейчас, когда заболела Настя Ему искренне хотелось, чтобы жена хоть немного отдохнула Выспалась, отлежалась А заодно и ела нормально Как полагается приличным людям Три раза в день Он с утра уже сбегал на рынок за фруктами Питая слабую надежду на то, что ему удастся Пользуясь Настиной болезнью Впихнуть в нее какие-нибудь витамины И ее упорное нежелание лечь под одеяло и успокоиться Вызывало у Алексея удивление, граничащее уже с негодованием Прими лекарство и ложись, требовал он Не хочу Упрямо мотнула головой Настя Если я лягу, то усну Мне нельзя Почему нельзя? Мне подумать нужно Подождут твои мысли, не убегут никуда Выспись, потом думай На свежую эту голову, она всегда лучше Нет, не хочу Я лучше с тобой посижу на кухне Очень ты мне нужна, фыркнул Алексей Ты, может, надеешься, что я буду телячьи отбивные жарить А ты будешь их со сковородки таскать, когда я отвернусь И не мечтай Я буду читать очередной гениальный опус моего очередного аспиранта А отбивные? Огорченно спросила Настя Субтитры создавал DimaTorzok